в сотый раз я пытаюсь записать обзор планшета ярвик go tab velocity tab 224 в интернет-магазинах он не иногда записан как swix номер такой-то это 7 дюймовый планшет с резистивным экраном якобы мультитач ему мультитача нет на борту android 40 технические характеристики читать скучно но тем не менее cortex a8 процессор частотой 1 и 2 гигагерца android 40 android android но google маркета нет вместо этого установлен альтернативный маркет от компании ярвик называется get jar программ там меньше значительно и обновляются они не так часто также можно установить хранилище свободно программного обеспечения завис скажем называется елки-палки f droid org и устанавливать свободное по для андроида из него что весьма удобно там есть хорошие плееры некоторые игры и тогда но конечно отсутствие стандартного маркета огорчает но никто вам не мешает устанавливать и через apk файл сбрасывая их на планшет как на флешку так в коробке лежит стил стилус положен неспроста потому что экран у планшета не очень отзывчивый даже очень и очень и откровенно говоря пальцами неудобно не набирать текст не ходить по интернету даже нажатие в youtube на миниатюры представляет собой головоломку далее сзади слышен звук чешется моя собака вот этот кабель тоже входит в комплект кабель для того чтобы планшет работал как юсб хвост этой стороны выставляете кабель планшет а сюда можно подключать флешки винчестеры внешние и так далее вот этот кабель нужен для подключения самого планшета в режиме юсб накопителя компьютер при этом драйверов драйверов дополнительных не требуется хороший кабелька видите этот разъем он используется еще видеокамерах старых фотоаппаратах и старых мобильных телефонах я все время путаю разъем микро юсб и мини юсб так вот это либо микро юсб либо мини юсб вы предупреждены посмотрим на торец хорошо видно разъем для наушников вот он 3 миллиметра разъем для карты памяти и мая разъем юсб вот сюда все сюда и зарядное устройство тут мы видим клавишу включения сверху клавиши включения она же клавиши выключения качелька громкости фронтальная камера мы в принципе все кнопки перезагрузки нет может быть есть вот здесь сюда может быть можно иголочкой но я еще не читал документацию к струсу давайте включим планшет посмотрим как работает вот мы включили блокировка экрана разблокируем его видим об youtube я специально его заранее вывел чтобы показать вам как работает вообще вай фай и flash вот давайте несмотря на то что собаки мои волю ты просятся гулять я хочу включить вот как работает youtube и видео давайте так снова жмем на кнопочку воспроизвести вот странно работает это все воспроизведение найти используем а по на спас стилус вот видите уже работает вот так вот работает это глеб с и мой оф инзи матрикс давайте сделаем громче чтобы вы услышали полностью звук вот такой звук такой звук в общем вай фай работает хорошо flash работает я также пробовал просматривать флэш в онлайне с украинского ресурса x и работает при просмотре видео сброшенного на карту памяти уверенно тянутся пик файлы в хорошем разрешении прежде поддерживается матроска которого в общем видео даже в хорошем качестве идет без тормозов давайте посмотрим теперь вас интересует как работа птички запускаем птички птички работают хорошо птичьи включая а собаки просят чтобы я их вывел я сначала запишу обзор нет мне не нужно рекламу я пытаюсь нажать эти как плохо откликается экран даже после калибровки все между тем в играх экран работает нормально вот так работа птички выходим отсюда замолчите ребята дайте записать обзор так давайте посмотрим как работает 3d игры вот так нет какой-то вот андет чё-то там про живых мертвецов так сейчас загружается вот вот видите появились живые мертвецы давайте пальцем вот неудобно пальцем жму тут а не нажимается хорошо давайте а вот этим получается да да давайте такое это имя ля-ля-ля тополя да но не хочет русские имена вот давайте посмотрим как переключать за клавиатуру нажимаем я сдаюсь сейчас все что я хочу это нажать иконку для переключения клавиатуры но я не могу это сделать нормально потому что сенсор срабатывает плохо хорошо такое вот такое название так старт гейм из маут давайте вперед сейчас мы посмотрим вот ну вот как 3d шутер какой-то да 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 так и еще давайте вертолет посмотрим установил игру при вертолет который я же это и игра про вертолет который я установил специально для обзора которая была установлена когда я вот он хели билдер вот он загружая с этой хели билда вот летит вертолет вот так вот 3d графика мы пролетаем сквозь стены сидят офисные работники мы их пугаем нашим вертолетом так обзор получается очень хреновым но тем не менее что есть то есть для чего этот планшет вам может пригодиться для чтения книг тут установлен fb ридер можно играть хитрые игры вроде птичек можно играть в 3d игры но не ну так нельзя все я закругляю этот обзор в общем вы посмотрели самый плохой в мире обзор планшета я иду гулять собака